Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен по заказу интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать об очень полезном приспособлении. Это фонарик на бейсболку от фирмы Косодака. Модель называется BCL11. Фонарик поставляется вот в такой вот упаковочке, запаянной. В комплекте идёт, соответственно, здесь вот находятся, две батареечки круглых. Маркировка CR2032. Три вольта, литиумные батарейки. Две штучки. Сам фонарик, соответственно, и, в принципе, всё. На упаковке написана модель фонарика. Указано, что это светодиодный фонарик. Также указано, что она предназначена для бейсболки. Схематически нарисована. И, соответственно, вешается на ремень. Также можно носить на ремне, соответственно, повернув светодиоды в определённом направлении, как вам удобно, можно использовать вот таким вот образом. На обратной стороне ничего такого полезного, грубо говоря, здесь не указано. И приступим к рассмотрению самого фонарика. Выглядит он таким вот образом. Имеется пять светодиодов у него. Соответственно, прищепка, за которой мы фиксируем данный фонарик на бейсболке, либо на ремне. Фонарик довольно-таки простой. Здесь имеется крышечка, куда вставляются идущие в комплекте батареечки. Две штучки. Соответственно, всё легко закрывается. Прорезиненная кнопочка. Кнопка довольно чётко и акцентированно нажимается. В принципе, нареканий на данный момент кнопочка не вызывает. Данный фонарик имеет регулировку. Показываю степень регулировки. Соответственно, нося на бейсболке, либо на ремне, мы можем отрегулировать вот в таком вот диапазоне угол свечения фонаря. Светит довольно неплохо. Так что, в принципе, всё настраивается. Многим может показаться, как минус такой маленький размер. Но, уверяю вас, это не минус, а, в принципе, большой плюс. Плюс малого размера в том, что он не громоздкий. Он визуально, если брать, допустим, ношение на бейсболке, не мозолит. Грубо говоря, глаза не мешаются за счёт своего компактного размера. И, опять же, за счёт малого размера у него небольшой вес. Соответственно, на бейсболке мы его практически не чувствуем. Да, в принципе, и не чувствуем. Я пробовал, как бы, всё довольно отлично. Дискомфорта вообще никакого не вызывает. Дело в том, что если бы был большой фонарь, во-первых, он в какой-то степени мог бы немножко, как бы, загораживать обзор. И, опять же, вес. Мы бы его всё-таки на кепке очень чувствовали. Более большой какой-то и громоздкий тяжёлый фонарик. Так что, в принципе, фонарик маленький, компактный. Довольно неплохо светит. Недорого стоит. И по ощущениям не скрипит ничего. Ну, визуально и так вот, в принципе, при детальном рассмотрении довольно качественный. Уже несколько раз делал с ним, помогал делать проводку на чердаке. Но пока что на рубалке я его ещё, скажем так, сильно не обкатал. Довольно неплохо светит. Довольно долго я светил данным фонарём. Где-то порядка часа полтора непрерывно. В принципе, батарейки ничего не сели. В яркости он не потерял. Ну, если уж вдруг, конечно, сядут батарейки, это не проблема заменить. Возможно, сразу купить запас с собой. Положить на рыбалку, вдруг надолгие выезды на рыбалку с ночёвкой. Либо что-то. Желательно иметь на всякий случай запасные батареечки. Однозначно рекомендую данный фонарик к приобретению. Вещь для тех, кто любит ночные выезды на рыбалку. Кто увлекается походами, ночёвками, природами и прочими. Даже в работе электриком, либо кому-то пригодится. Однозначно рекомендую данный фонарик. Всем спасибо за просмотр. До свидания.